Вчера, первый наш день, мы с вами знакомились с главными характеристиками атомов, элементарных участниц, с некоторыми формами их взаимодействия, дошли до образования молекул, так, посмотрели, что такое кавалитная связь, сказали, что кавалитная связь была так полярная, так неполярная. Все это может быть интересно, но далеко не для всех, я это отлично понимаю. Так мы глазами увидеть нельзя, почувствовать нельзя. Вроде какие-то интересные байки, но в жизнь-то какое-то отношение нет, вроде никакого. А вот сегодня вы увидите, как знание о внутренней структуре вещества помогает разобраться с вполне обыдными делами. По солнечному маслу в воде можно вставить? Ага, а с уголки какое пятно проще отстирать? Акварельной краски или масляной краски? Акварельной. Акварельной. Ага, а почему? Масло откидывается лучше. Нет, вода, конечно, лучше масло откидывается. Ага, а вот сегодня, к концу дня, поймете. Так что на самом деле, знание того, как встроена материя, это не просто какие-то отвлеченные фокусы. Не просто игра ума. Это совершенно необходимо для того, чтобы как следует разбираться в нашей самой обыденной жизни. И вот давайте, основываясь на том, что мы делали в прошлый раз, продолжим нашу игру. Первое задание будет достаточно просто. Поднимаете руки, кто может назвать химические элементы, то есть типа атомов, у которых все электроны только на первом электронном уровне. Никаких других электронов нет. А водород еще? Водород и гелий. Совершенно верно. Какой заряд ядра у водорода? Ясно, что весь атом в целом, он, конечно, электронейтральный. А вот ядро у водорода какой заряд имеет? Плюс один. А у гелия? Плюс два. Что? Кто говорит? Четыре. Четыре это заряд или масса ядра? Это масса, а заряд плюс два, да? Не бывает зарядов два. Бывает либо плюс, либо плюс. А теперь, потом нужно пользоваться, как я говорю, всем вашими декорами. А ну-ка давайте по очереди все элементы, у которых есть и первый, и второй. Энергоуровень для электронов. То есть есть электроны и на первом энергоуровне, и на втором. Так, литий, слабный. Дальше. Берегли. Берегли. Дальше. Бор. Бор. Дальше. Углерод. Дальше. Азов. Азов. Дальше. Тепар. Это то, что мы с вами достаточно подробно забрали. Теперь такой вопрос. А сколько вообще всего электронов может уместиться на втором энергоуровне? Во-первых, не считаем. Сколько на втором энергоуровне, сколько может поместиться электронов? Два. 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 Плохой ответ. Вы спутали две разные вещи. Как? Электронную орбиту и энергоуровень. Это у первого уровня была одна единственная с-орбита. А сколько орбит у второго уровня? Восемь. Еще раз? Восемь. Конечно, восемь. При этом первая пара электронов на какой орбитах будет сидеть? А эта. Да, на два – это с-орбиталь. На второй по счету – это с-орбиталь, да. А остальные шесть электронов? На пиар-пиар. На пиар-пиар, на пиар-пиар. Сколько в этой строчке должно элементов стоять? Восемь. Вот мы выписываем команду, у которых есть первый и второй – восемь. А у нас сколько написано? Шесть. Шесть. Дело в том, что к этой команде будет относиться еще одна парочка. Элемент, который называется «фтор». 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 От значения буквы «ф». Элемент, который называется «неом». В нормальном условии неом – это газ. И если через трубку затонную неом пропустить электрический ток, то он начинает светиться. Вот это первое, самое первое на свете светящаяся реклама еще в 20-30-е годы 20-го века. Была не на фотоидеолога вообще, а вот как раз не он выходит. Ярко светящаяся. Хорошо. Отлично. А можно ли еще какой-нибудь химический элемент к этой команде добавить? Нет. Так, чтобы у него был только первый и второй нормальный. Нет. Не, не выйдет. Все. Уровень кончился. Согласны? Нет. А вот теперь. А теперь давайте прикинем, а какие заряды ядер у этих элементов? Итак, у лихия, заряд ядра плюс 3, у бериллия плюс 4, у гора плюс 5, у углерода 6. Просто каждый раз добавляйся по одному продукту. Это понятно? Плюс 7, плюс 8, плюс 9, плюс 9. Славно.